Добрый день! В эфире очередной выпуск программы «Точка зрения». С вами автор и ведущий Евгений Шибаршин. Мы рассказываем о некоторых наиболее интересных, на наш взгляд, событиях, которые произошли в последнее время не только в Кустанайской области, но и в Республике. Программа называется «Точка зрения», поэтому мы не столько напоминаем об уже известных фактах, сколько пытаемся разобраться в их сути. Какие темы обсудим в сегодняшней передаче? 19 марта пройдут досрочные выборы депутатов Мажориса и Маслихатов. Началось выдвижение кандидатов. Часть из них будет избираться по одномандатным округам. Добавят ли они активности вновь избранным представителям органов власти? Какова вероятность, что Акиматы для продвижения своих кандидатов используют административный ресурс? Интервью директора Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрея Чеботарева. С 3 марта начнет действовать закон о восстановлении платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан. Какая категория должников попадает под его применение? Какие процедуры предусмотрены для восстановления их платежеспособности? Насколько предложенные меры эффективны для снижения уровня закредитованности населения? 19 марта в Казахстане пройдут досрочные выборы депутатов Мажориса и Маслихатов. Причиной распуска прежнего состава представительных органов власти, как известно, стали принятие поправок Конституции и нового закона о выборах, которые призваны создать юридическую базу для модернизации политической системы Казахстана. Законодательные инновации изменили принцип формирования представительных органов власти. Если раньше Нижняя Палата парламента избиралась по партийным спискам, то теперь 30% депутатов войдут туда после голосования по одномандатным округам. Во властные Маслихаты по этой системе будут избираться 50% депутатов, а в городские и районные Маслихаты выборы по партийным спискам вообще отменены. Сейчас выборная кампания находится на этапе выдвижения кандидатов-депутатов. Партии проводят свои предвыборные съезды. И хотя это лишь подходы к будущим выборным баталиям, уже есть признаки того, что борьба между претендентами на депутатские мандаты может оказаться реально конкурентной. Прокомментировать некоторые моменты начавшейся выборной кампании мы предложили директору Центра актуальных исследований «Альтернатива» члену национального курултая при президенте Казахстана, кандидату политических наук Андрею Чеботареву. Андрей Евгеньевич, добрый день! Добрый день! Андрей Евгеньевич, 19 марта пройдут выборы в Мажилис и в Маслихаты. Мы с вами в конце прошлого года говорили по поводу предстоящей этой кампании. Вы тогда говорили, что пока много неясного. Посмотрим, как поведут себя партии, какие кандидаты будут в депутаты. Но вот сейчас уже идет выдвижение кандидатов-депутатов, партии проводят съезды. Вы что-то можете сказать по поводу того, исходя из этих кандидатур, поведение партии? Как будет проходить все-таки эта политическая кампания? Я уже вижу следующие основные особенности вот этой избирательной кампании. Во-первых, то, что появилось две новых политических партии. Это партия «Зеленый бойтак» и партия «Республика», которая, судя по всему, представляет интересы частного принимательского. Второе – это то, что еще два года назад были внесены поправки в закон о выборах, которые привели к тому, что избирательный порог для прохождения политических партий «Мажолисы» и «Маслехаты» снижен с 7 до 5%. И в связи с этим есть хорошие перспективы, пусть не у всех, но у достаточно большого количества политических пар. А самое главное то, что действительно сейчас, мне кажется, вот эту избирательную кампанию в основном сделают не столько политические партии, сколько кандидаты-одномандатники. А там будут и представители партий, и самовыдвиженцы, беспартийные граждане, инициаторы создания разных других партий новых. И уже вот в Алматы у нас достаточно активно этот процесс идет. Ряд таких видных общественных деятелей заявили. И в Астане тоже вижу, что идут люди, которые тоже являются лидерами мнений. Многие ваши коллеги отмечают вот эту особенность, этих выборов, что во многом они будут делаться вот в одномандатных округах. Другое дело, как потом скажется на работе, допустим, Нижней палаты парламента, где всего 30% будет представлено вот этих округов. Ну и в областном «Маслехате» половина одномандатников, это тоже не так много. Ладно, городские и районные «Маслехаты». Вот все-таки ваше мнение по поводу политических партий. Они готовы к реальному соперничеству со стороны независимых, так называемых, кандидатов-депутатов? Или они попытаются и эту нишу занять своими представителями? Ну все будет зависеть от того, насколько эти люди в своем регионе популярны, известны. Потому что, например, я вижу там по Алматы некоторые партии, ну слабенькие кандидаты, в каком смысле, что им придется конкурировать с серьезными такими лидерами мнений. И трудно сказать, чем это завершится. Вот эти последние события в Народной партии Казахстана, где несколько человек, теперь уже бывших депутатов-мажилистов, вышли из партии. Это говорит о том, что, ну в качестве примеров, что внутри партии какие-то процессы происходят, связанные именно с этими выборами. Или это чисто внутри, как говорится, партийной разборки связано с приходом нового лидера. А вот в других партиях, партия Аманат, например, как-то тоже очень мало информации проходит. А что там происходит? Если говорить про партию Аманат, то наоборот, я вижу, что она более такая информативная. Потому что у них постоянно и сайт, и социальные сети, в частности, и фейсбук, достаточно наполнены ежедневным обновлением разной информации, чем эта партия занимается. Поэтому, в принципе, все достаточно идет активно. Ну то, что вот вы сказали про народную партию Казахстана, там, в принципе, эти процессы начались еще в прошлом году, когда новым председателем был избран Ермухамед Ертызбаев. Уже тогда начались какие-то такие непонятные многим изменения среди депутатского корпуса, в частности, и Алматинского городского маслехата, в Мажлисе тоже были определенные изменения. Потом сейчас вот то, что происходит. Тем не менее, в принципе, основной вот костяк, мне кажется, остался и на местах, и в центре. И, по крайней мере, вот Айкин Кануров, бывший председатель, он никуда не ушел. Баллотируется по списку несколько депутатов, может, лишь от этой фракции бывших тоже баллотируется. Как вы считаете, насколько будут иметь значение вот в этой предвыборной агитации предвыборные платформы партий? Или какие бы они не были разнообразны, какой бы новизной они не обладали бы, предположительной новизной, все-таки избирателей будет так, значит, по инерции. Я голосовал раньше вот за такую партию, какая она там, хорошая или плохая, я за нее буду голосовать, и все. А вот здесь я больше посмотрю, а кто же, что же там претендует на одномандатники? Такое возможно? Или все-таки что-то будет как-то по-другому происходить? Ну, в принципе, у нас всегда значительная часть общества, она ориентировалась на конкретных персон. То есть, чем человек запомнился, отметился в те или иные годы, известный он, популярный, и что он там сделал такого полезного, или наоборот, проштрафился, был вовлечен в какой-нибудь скандал. И, конечно, смотрят на персону, не столько на программы. Да, был момент, когда действительно с 2007 года по 2021 год только политические партии могли выдвигать, мы жили свои списки, и поэтому приходилось, если кто-то хотел, изучал программы, если не хотел, ну, просто голосовали, там, считали, что, допустим, там, Нуратан, а потом Аманат, это как партия за стабильность, там, стали популярны идеи, там, социального обеспечения, стали голосовать за народную, бывшую коммунистическую народную партию Казахстана. Кто-то, может, за к жёлтым, за уилтым. У каждой партии, в принципе, я думаю, есть свой избиратель, но сейчас, мне кажется, действительно произойдёт такое небольшое смещение внимания избирателя именно на персоны кандидатов, потому что реально с человека всегда можно спросить. С партии не спросят, там будут отсылать от одного секретаря, там, аппараты к другому, в лучшем случае. А здесь, пожалуйста, здесь вот человек. И самое важное, вот, о чём многие не говорят, это вот поправки прошлогодних законов выборов, согласно которым вот эти кандидаты-одномандатники могут быть отозваны своими, став депутатами, они могут быть отозваны, если что-то не понравится значительному числу их избирателей. Это хорошая процедура для того, чтобы депутат Мажелиса следующего созыва, избранный по одномандатному округу, держал связь со своими избирателями. Не просто так, как вот у партийных списка, когда действительно люди не знали, кто там представляет и чьи вообще интересы. Как вы считаете, вот всё-таки одновременные выборы и в Мажелис, и в Маслихаты, не будет ли вот среди одномандатников, тем более вы согласились с тем, что основное внимание избирателей будут направлены вот в эту сторону, в этот аспект этой выборной кампании, не будет ли вот это вот обилие кандидатов, кандидатов, депутаты в Мажелис, в областной Маслихаты, в городские районы Маслихаты, какую-то путаницу создавать. И по сути дела мы, ну избиратели, вот что они есть на Матане, что их нет, будет тем более в этих условиях очень сложно же услышать каждого, прочитать там платформу каждого. Вот эта путаница, как вы считаете, как она скажется на качестве голосования? Потому что эти люди потом, избранные вот в этой, так сказать, суматохе, неразберихе, они же потом придут работать в Маслихаты, так? И вот та надежда, что, а он нам не понравится, я за него проголосовал, а он что-то там не то делает, давайте я его отзову. Мы же понимаем, что механизм отзыва тоже достаточно сложный. Вот на качестве будущих Маслихатов как это скажется? Насколько я знаю, вот, кстати, на депутатов Маслихата, по-моему, отзыв не распространяется. Только вот на депутатов Мажелиса-одномандатников. Я прошу прощения, у меня же в голове избирательный может все поперепутаться. Я фамилии, значит, ну слышал где-то, то ли я за него голосовал, когда он был кандидатом в депутаты Мажелиса, то ли в Маслихат. Я же могу все забыть. Тут, конечно, было бы хорошо, может быть, провести все-таки эти выборы раздельно. То есть Мажелис отдельно парламентские и Маслихаты отдельно, как местные выборы, что есть в развитых зарубежных странах. У нас, по-моему, только, вот на моей памяти, в 2003 году действительно раздельно проходили Маслихаты, и потом в следующий 2004 год уже парламентские выборы. Ну, в принципе, мне кажется, нашего избирателя уже приучили к тому, что эти выборы долгое время проходят совместно. И здесь, кстати, есть свой плюс. Почему? Потому что всегда начинают говорить про низкие явки, как показатель низкого уровня легитимности избранных должностных лиц и соответствующих представительных органов. А здесь, ну, кто-то придет голосовать за депутатом Маслихата, кто-то придет голосовать за депутатом Мажелиса, кто-то за партию. И если это один человек, это хорошо, одно дело. Если это разные люди, это очень здорово. Почему? Потому что чем больше придет на выборы, тем больше будет явка. Ну, согласитесь со мной, что все-таки, несмотря на то, что сегодня в нашей стране лидер, глава государства проводит реформы политические, пытается экономические реформы проводить, то есть дает какую-то надежду на то, что те проблемы, которые сегодня есть, они в какой-то мере будут все-таки решаться, да? Но, тем не менее, есть достаточно большая часть избирателей, граждан, настроенных оппозиционно и к этому курсу, и вообще к власти и так далее. И хочет он повлиять на политику, не хочет стоять в стороне, мы же все призываем, давайте идите на избирательные участки, все в ваших руках, значит, будущее нашей страны и так далее, и так далее. Вот он захочет проголосовать. Он будет, наверное, по-простому ориентироваться на оппозиционно направленных кандидатов в депутаты. Как вы считаете, будут таковые, вот ярко выраженные оппозиционеры? И какие идеи сегодня могут быть приняты оппозиционно, протесты, настроенные частью электората, избирателей? Ну, вот, например, у нас в Алматы уже баллотируется достаточно такое большое количество гражданских активистов, общественных деятелей, которые так или иначе настроены критично на власть. Например, руководители инициативных групп по созданию новых партий. Мухтар Тайжан, известный своими национально-патриотическими взглядами. Санжар Бакаев, лидер общественного движения против утиль сбора. Тайжан Кажалиева, достаточно известная такая активистка, которая занимается в основном благотворительностью, выступает с антивоенных позиций по поводу ситуации вокруг Украины. Ермурат Баби, ну, это легендарная личность, издатель газеты «ДАТ», «Общественное мнение». Та же вот Мелс Елиусизов заявила о том, что будет баллотироваться. Лидер «Зеленых», который не смог создать свою партию. Ну, то есть большой спектр, на самом деле, мнений, идей будет представлен. И я вот еще такой момент хочу отметить. Самое интересное, что вот уже по первым данным социологических опросов, вот в частности, на этой неделе были представлены результаты опроса института «Общественное мнение», который работает в Астане, там уже определенное количество, я сейчас не помню, готовы голосовать против всех. То есть им не важно, партия, не партия, они готовы голосовать против всех. Вот это удивительно. Потому что еще не заявили даже себе все кандидаты реальные и потенциальные. Ну, может быть, конечно, у этих людей переменятся взгляды, а может и нет. Может они действительно придут и проголосуют против всех, кто их знает. Некоторые политики оппозиционно настроены, прежде всего, очень скептически относятся к прозрачности, честности предстоящей выборной кампании. И уже так говорят, что у нас никогда не обходилось без административного ресурса, будет он и сейчас работать, несмотря на то, что президент не состоит ни в одной партии, и Акимов сейчас вне партии. Как вы считаете, вот насколько достаточно оснований для того, чтобы считать, что вот этот административный ресурс, я не знаю, ну настолько бы он действовал, чтобы потом поставить под сомнение итоги голосования? Ну, надо понимать, что понятно, что вот так в течение одного года провести такое масштабное реформирование политически, в том числе избирательной системы, недостаточно. Ну, хотя бы потому, что после январских событий все-таки и президент, и его еще недостаточно сформированная команда, они все-таки заинтересованы сохранять какой-то контроль за ситуацией в стране. Президент заинтересован, на мой взгляд, в том, чтобы это был, ну, не то что там послушный парламент, но парламент, на который он может опереться и может быть даже возложить какую-то часть ответственности, разделить с ним ответственность. Поэтому, конечно, определенное влияние, оно никуда не денется. И здесь даже, мне кажется, не столько со стороны Астаны это будет влиять, сколько на местах. Почему? Потому что многие Акимы, они работают, что называется, по старинке, как проводили раньше выборы, используя в той или иной степени адморесурсы. Но, с другой стороны, президенту надо показать, что все-таки реформы идут. И самое главное, что общество изменилось. Есть все-таки опасения, я думаю, в Астане, что в случае чего начнутся новые протесты. Насколько, как вы считаете, массового вот такого рода, если такие будут проявления, насколько они будут носить массовый характер? Ну, зная потенциал наших общественных и политических деятелей, особенно оппозиционного толка, сомневаюсь, что до такого количества они смогут призвать своих сторонников. Другое дело, что если начнутся какие-то протесты гражданского характера, то есть со стороны самих избирателей, то да, они могут попробовать как-то возглавить этот процесс, чтобы как-то обернуть свою сторону. Но в лучшем случае это будут небольшие митинги, пикеты, которые у нас в Алматы традиционно проходят. Мне кажется, что все-таки есть среди людей, даже протестно настроенных, что после январских событий лучше не доводить дело до крайности, иначе власть опять применит такие вот жесткие меры воздействия вплоть до разгона с использованием силовых средств. Может быть, до оружия не дойдет, но силовые методы, которые власть использовала и в 2021 году, разгоняя митинги, например, кетлинги, вот есть такая технология, я думаю, будет использована. Но здесь надо тоже смотреть. Есть, например, оппозиции, которые не участвуют в выборах, но протестуют. Это вот у нас Аян, Казахстан, неформальное такое движение. Они не идут на выборы, они сразу говорят, мы эти выборы не признаем, они уже изначально нелегитимны, объясняют почему, но зато они выходят протестовать. Почему? Потому что им все-таки надо как-то себя проявлять, чтобы не стать сетевой онлайн партией или движением. Демократическая партия тоже самая. Но сейчас я смотрю Инга Иманбай, супруга лидера этой партии, инициативная группа и послали на Белорусский партий, Жабалата Мамаева подала. Я думаю, что сейчас вот все-таки оппонентам действующей власти выгодно баллотироваться. Понятно, что надо находить средства, привлекать людей в команду и так далее. Это серьезная большая работа. Но, тем не менее, она дает свои плоды, и даже если человек не попадет там ни в Можлис, ни в Маслиха, это уже будет и известность, и популярность. Уже люди пойдут к ним в партии, особенно для новичков, которые катят свою партию. Последний вопрос, Андрей Евгеньевич. Когда мы с вами говорили и в прошлом году, но мы не знали, кто из сегодняшних лидеров общественного мнения, активных политиков, оппозиционного толка, будут ли они участвовать в выборах, не будут. Но сегодня видно, что они все-таки предпочитают участвовать в этой кампании и попытаться войти в органы президента. И с тем, чтобы влиять на политику в регионах, на законодательном уровне и так далее. Давайте мы представим, что даже тех людей, которые сегодня вы называли, вот все они вошли, или так скажем, большинство из них вошли, кто в Нижнюю палату парламента, кто на уровне областного Маслихата, городских и районных Маслихатов. В реальности, учитывая, что таких людей будет всего 30% в Можелесе, а максимум половина в областных Маслихатах, ну, про районные городские Маслихаты мы говорить не будем, там они могут и 100% конечно быть. Вот что-либо в политике при помощи влияния этих людей может измениться в нашей стране? В какую-то сторону? Ну вот, надо вспомнить работу Можелеса парламента, допустим, первых трех созывов, это когда можно было баллотироваться и по одномандатным округам, потом по сочетанию, там, одномандатная округа плюс 10 мест по партийным спискам, достаточно активно именно проявляли себя одномандатники, особенно беспартийные депутаты, многие, правда, потом определялись даже с какими-то политическими партиями, вступали. Я прошу прощения, но не это ли стало потом причиной, что преждевременно распускались эти представительные органы президентом? Ну, я думаю, нет, потому что два первых, так, точнее, так сейчас, два первых созыва Можелеса парламента, они проработали полный срок, насколько я помню, их никто не распускал, вот третий, да, по-моему, был распущен, потому что были внесены поправки в Конституцию, но там, действительно, тон задавали вот беспартийные кандидаты, депутаты, я жду, что даже пусть эти 29, пусть там не все будут представители оппозиции или критически настроены к власти, но достаточно того, что под воздействием своих избирателей, которые, кстати, как я уже сказал, могут при желании отозвать или создать хотя бы прецедент отзыва, они будут вынуждены подниматься и какие-то неудобные вопросы. Плюс, все-таки, если человек избирается от округа, он уже все-таки больше представитель региона, чем своей партией, которая ориентирована на всю республику. А здесь тоже есть, даже если это интересы региональных элит, они так или иначе все равно входят в какое-то противоречие с центральными органами власти. И здесь человек будет транслировать определенные интересы. Когда будет столкновение интересов, это хорошо для политического процесса. Главное, конечно, чтобы без крайности все это было. На мой взгляд, это будет действительно живой мажорист, который позволит делать качественный законопроект. Понятно, что решающая роль останется за партией большинства. Я думаю, Аманат так или иначе никуда не денется с этой позицией. Но будут другие партии. Так или иначе, мне кажется, даже через андомандатные округа будут представлены и партии Ауиллы, и зеленые, и беспартийные кандидаты, или те, которые создают новые партии. Это будет интересно, как снова создают. Спасибо, Андрей Ильич, за откровенный разговор. Всего вам доброго. До свидания. Все, до свидания. Гадать по поводу того, насколько выборная кампания обновит политический ландшафт, который в Казахстане складывался 30 лет, сейчас не будем. Правовые условия для прихода в политику свежих сил созданы. Желающих побороться за депутатские мандаты немало. Значит, реальная конкуренция обеспечена. Остальное за активность избирателей. Что получится в конечном итоге, посмотрим после первых заседаний, вновь избранных Мажелиса и Маслехатов. Прежде чем перейдем к следующей теме, предлагаем посмотреть подборку новостей, подготовленную журналистами телерадиокомпании «Алаум». Большую воду ждут в этом году в Костанайской области. Под угрозу подтопления традиционно попадают южные регионы. Амангельдинский, Джангельдинский, Наурзумский, Ауликольский, и Карасусский район, а также город Аркалык. Больше всего опасаются прихода воды с полей. Если начнется резкое потепление, избежать этого не удастся. Осадков выпало много, влаги в них также больше нормы. Поэтому каждый район готовится к неблагополучному исходу событий. В Карасусском районе сразу 16 населенных пунктов находятся в зоне риска. Паводок идет по трем рекам района – Кундезды, Карасу и реке Тюнтюгур, вдоль которых находятся 13 гидротехнических сооружений. Четыре из них в неудовлетворительном состоянии. По восстановлению этих дам процесс запущен. Общая же задача, стоящая перед руководителями всех районов и компетентных служб – не допустить подтопления жилых домов. А в Карасусске и Амангельдинске районы предлагают технику передислоцировать заблаговременно. В мессенджере WhatsApp начало гулять аудиосообщение, в котором говорится, что пенсионерам положены дополнительные выплаты от государства, если их пенсионные доходы не превысили 145 тысяч деньги. В отделе занятости и социальных программ Акимата города Кустаная рассказывают, что к ним начали обращаться люди для того, чтобы узнать, что нужно для получения такой выплаты. Это сообщение фейк, но кустанайцы доверяют этой информации и продолжают приходить в отдел соцзащиты, чтобы получить эту несуществующую выплату. В отделе занятости напоминают жителям города быть бдительными и верить только официальной информациям. Льготные кредиты теперь будут выдавать по-новому. Фонд развития промышленности запустят в пилотном режиме платформу autonissie.kz. Прием заявок запустят 6 февраля в 10 утра. Для оформления заявки человеку необходимо будет иметь компьютер, электронную цифровую подпись, интернет, а также заранее определиться с автопроизводителем, так как изменить после его не получится. Зарегистрироваться на платформе можно только с территории Казахстана. Для льготных автокредитов сейчас есть 7 миллиардов 600 миллионов тенге. Этих средств хватит на подачу заявок 761 человека. Все процедуры по получению кредита и авто необходимо завершить в течение 60 календарных дней. Тех, кто не успеют, исключат из пула. После получения подтверждения об успешной регистрации на сайте заявителю необходимо будет обратиться в автосалон для получения счета на оплату и потом идти в банк. Условия программы льготного автокредитования остаются прежними. Первоначальный взнос не обязателен, стоимость одного автомобиля не должна превышать 15 миллионов тенге, срок финансирования 7 лет, ставка вознаграждения 4% годовых, а максимальная сумма займа 10 миллионов тенге. Лук в Кустанай значительно подорожал. На сайте местных супермаркетов ценник доходит до 300 тенге за килограмм. По информации СПК «Табол» в стабилизационном фонде социально значимый продукт есть. У местных сельхозтоваропроизводителей закуплено 300 тонн лука. В СПК утвердили цены для проведения товарных интервенций. Реализовывать лук в торговых сетях начали со 2 февраля. Цена социального лука – 145 тенге за килограмм. Сегодня Кустанайская область обеспечена луком только на 20%. В СПК «Табол» предрегает и дальнейший рост цены на репчатый лук. К слову, в Казахстане запретили вывоз лука за пределы государства на три месяца. Глава Минторговли сообщил, что в стране наблюдается дефицит этого овоща. Именно поэтому было принято решение о запрете. Специалисты СПК «Табол» отмечают, что цены на репчатый лук в ближайшие две недели все еще могут расти, а затем должны пойти на снижение. Легализация иностранных авто, завезенных в страну не позднее 1 сентября 2022 года, началась в Казахстане. Сама процедура состоит из трех этапов. Первый – подача заявления на легализацию. Если в базе данных автомобиль не числится в розыске, снят с учета и прошел таможенную очистку, то можно переходить ко второму этапу, бронировать время и ехать в ЦОН. Там полицейские осматривают транспорт, сверяют технические данные. После – третий – оплата госпошлины. В области уже выдано около 700 техпаспортов и номеров казахстанского учета. Стоимость первичной регистрации – 200 тысяч тенге. Госпошлина за техпаспорт – 4 313 тенге и за госномер – 9660 тенге. В спеццоне отмечают, что для отказа в легализации автомобиля могут быть несколько причин. Если автомобиль не снят с учета и если он завезен после 1 сентября 2022 года. Такие случаи уже были. Легализовать иностранные авто в Казахстане можно до 1 июля. 3 марта вступает в действие закон о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан, подписанный главой государства 30 декабря 2022 года. Данный закон применяется к отношениям, возникшим в связи с неплатежеспособностью гражданина Республики Казахстан, не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Принятие этого закона стало ответом на проблему, которую президент Касыбжа Мартакаев озвучил в своем послании 1 сентября 2020 года. Негативным фактором в финансовом секторе остается также дисбаланс между кредитованием потребительского сегмента и бизнеса. Следует нормативно сдерживать безудержное, порой безответственное кредитование потребителей, что чревато серьезными социальными последствиями. Недостаточная финансовая грамотность граждан не должна быть поводом для навязывания им кредитных продуктов. После этого глава государства не раз обращал внимание финансистов на угрожающий рост закредитованности населения. По итогам 2021 года, по сути, через год после его выступления с названным посланием, объем кредитов на потребительские цели вырос на 32%. В результате, по оценке вице-министра финансов Ерлана Бержанова, на начало действия закона о банкротстве физических лиц, число несостоятельных должников, подпадающих под действие этого закона, достигло более 1 миллиона человек. Данный закон может попасть свыше 1 миллион 170 тысяч казахстанцев, из которых более 30 тысяч они подпадают под судебную процедуру. Законодательство предусматривает три типа процедур. Несудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Каждая из них имеет свои основания для подачи заявления, но все они предусматривают необходимость наличия одного срока неисполнения обязательств должником перед кредитором. Это 12 последовательных месяцев на дату подачи такого заявления. О том, кто из должников, какую процедуру будет использовать, они могут проконсультироваться в местных финансовых госструктурах. Это в их интересах. Для общества важнее другое. Позволит ли данный закон создать механизм, который бы сдерживал некоторых граждан от бездумного заимствования денег у различных финансовых организаций? Равно как и последних от выдачи заведомо рискованных кредитов, которые в конечном итоге создают социальную напряженность в обществе. Что касается несостоятельных должников, которые пройдут процедуру банкротства, то закон накладывает на них определенные ограничения. В частности, в течение пяти лет они не смогут получать займы. И первые три года после признания банкротами их финансовую деятельность будет мониторить уполномоченный государственный орган. Да и не все долги возможно списать. В запретный список включены, например, алименты и взыскания по решению суда. Но самым действенным фактором, как для недобросовестных заемщиков, так и кредиторов, скорее всего, станет сам факт официального признания должника банкротом. В своем докладе отметили, что максимально, да, миллион сто человек может попасть. Но это максимальное количество, которое может подать. Но это дело добровольное. И я более чем уверен, что большинство граждан, учитывая, что статус банкрот, он как условно черная метка, да, взвешенное решение будут принимать. Это в официальном реестре у нас будет вестись, но никто не отменял службу внутреннего контроля. Банки в любом случае, то, что было опубликовано на сайте, да, к себе эту информацию могут, ну, дополнить, базу данных хранить. И в любом случае при заявке, там, условно, через пять лет, он может увидеть, что этот гражданин в любом случае, ну, в шесть лет или семь лет тому назад был, условно, банкротом. Ну, я не скажу, что это будет являться основанием для отказа, но если у него есть стабильный доход, он, конечно, может получить кредит. Но некий знак, да, то, что он был банкротом, может, ну, косвенно повлиять на его кредитную историю. Вполне возможно, что данные меры в определенной степени проблему закредитованности начнут сглаживать. Во всяком случае, в других странах они работают. Хотя и далеко не идеально. Тут, очевидно, нужно понимать, что какие бы совершенные законы государство не принимало, личную ответственность граждан за их финансовое благополучие никто подменить не сможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин